можно начинать да доброе утро всем кто собрался ведь же отдельное спасибо всем кто непосредственно здесь вот мы прошлый раз с вами вспомнили как устроена клеточная мембрана и практически сегодня почти не отойдем от мембраны далеко будем продолжать вокруг мембраны наше путешествие вот и поговорим о том как организована супра мембрана или над мембранной и под мембранные компартменты в первую очередь мы будем говорить с вами о экстраклеточном матриксе и о цит скелете и о том какие функции эти структуры клеточные играют в работе нервной системы как выясняется последние годы значение этих компонентов клетки крайне велико и интересно но мало того что появились современные методы микроскопии которые позволяют гораздо лучше посмотреть и рассмотреть как устроена клетка и выясняется что прямо у сколько нам открытий чудных готовит микроскопа дух вот и выяснилось что все немножко не так как мы себе раньше представляли это вот буквально исследование последних я не знаю не более чем 10 лет когда появилась супер разрешающая микроскопия storm и это позволило лучше увидеть структуру клетки и конечно существенные изменения в наше представление о том как работает синапс как работает нервная система в целом внесла формулировка концепции четырех частного синапса которые авторами которой признают дмитрия русакова и александра детятева и активно ссылаются на наших соотечественников что тоже приятно значит которые действительно показали важную роль экстраклеточного компонента экстраклеточного матрикса в работе в синаптической трансмиссии вообще в работе центральной нервной системы ну собственно просто напомним из прошлой лекции да что мы говорили с вами о том что мембрана такой эластическая эластическая молекулярная структура состоящая из белков липидов отделяющие содержимое клетки от внешней среды и обеспечивающие собственно обмен веществ между клеткой и окружающей средой однако наряду с белковым компонентом липидным компонентом мембрана обогащена гликозилированными формами липидов и белков и содержит в своем составе достаточно большое число олигосахаридов собственно для чего это нужно вы по ходу лекции поймете большая часть сахаров связано с белками липидами которые непосредственно находятся в составе клеточной мембраны и вот этот слой обогащенный различными гликозилированными формами липидов и белков и олигосахаридами получил название гликокаликса он достаточно небольшой от 40 до 100 микрон нанометров простите микрон конечно составляет это такая как бы поверхностная такая совершенно уникально организованная структура обеспечивающая в значительной степени взаимодействие поверхности клетки поверхности мембраны с различными химическими веществами которые поступают из внешней среды но в нервной системе гликокаликс может быть именно вот в таком понимании как гликокаликс развит не столь сильно а вот откуда вы точно помните это из физиологии пищеварения где об этом очень активно рассказывают поскольку все пристиночное пищеварение весь процесс переваривания пищи именно идет за счет ферментов укрепленных в элементах гликокаликса расположенных на микроварсинках ну и так далее да вот и значит то что касается подмембранного компонента подмембранный компонента организован активными филаментами они очень образуют такую плотную волокнистую практически структуру подмембраны очень прочную обеспечивающую поддержание формы и собственно прочность самой мембраны и название его соответствующие да то есть это активная кора даже так это называют собственно это тоже элемент цит скелета хотя не единственный и за счет активных филаментов происходит заякоривание многих белков которые находятся в составе самой клеточной мембраны брошера сами об этом говорили когда говорили о липидных рафтах вот и благодаря этому организована структура собственно отдельных участков клетки и чуть позже я это тоже проиллюстрирую уже на примере конкретно нейрона но вот несколько слов дополнительных о гликокаликсе да это значит по составу вы видите либо гликозилированные белки протеогликаны и гликопротеины в зависимости от того какой компонент выражен больше в составе молекул белковый или углеводный это конечно сами ольга сих олигосахариды и их производные гиалуроновая кислота прежде всего которая обеспечивает удержание за счет зарядов удержанием воды и создание такой гели гелеобразной структуры здесь же состав гликокаликса входит коллаген различные ферменты ктионы и за счет именно заряженных структур гликокаликса поскольку практически все молекул несут определенный заряд здесь активно задерживаются ктионы что тоже значительной степени облегчает работу ферментов сопряженных с мембраной и поддержание такого жидко гелеобразного состояния которое обеспечивает прочность всей системы поскольку у нас клетки не находятся в свободном движении они все находятся в определенной среде упорядоченной и это среда не вода и даже не раствор а это скорее гель собственно за счет этого удерживаются поддерживается такая прочность структуры и ее упругость да тургор создается за счет удержания катионов различными элементами гликокаликса ну так сказать такая справочная табличка основные по составу класса веществ включенный состав гликокаликса собственно что они из себя представляют и чуть подробнее давайте вспомним немножко про углеводы поскольку здесь углеводов много да мы прошли раз сами про липиды и белки немножко проект структуры вспомнили так сказать чтобы в голове это освежить значит углеводы или моносахариды состоят из трех основных типов элементов химических простейшая формула вот такая поскольку это олигосахариды в основном то их состав как правило кратен вот этой простейшей формуле в зависимости от того сколько таких элементарных групп включено у нас соответственно выделяют разные группы сахаров они здесь перечислены да ну и моносахариды способны полимеризоваться образуя полисахариды за счет реакции конденсации в сахарах атом углерода хиральностью обладают да я прошлый раз он говорил об этом свойстве благодаря этому альфа и бета изомеры являются лево-право вращающими соответственно не идентичны друг другу могут выполнить разные функции зависимости от того как располагаются гидроксильная группа и протон относительно атом углерода могут образовываться новые сахара и вот примеры таких структур слева получается да слева приведены нет справа здесь справа приведены то есть каждый раз изменение друг относительно друга положение гидроксильной группы например здесь да вокруг этого атома углерода ведет к тому что это либо будет альфа-моноза либо альфа-галактоза каждый раз раз разный сахар значит за счет того что настолько они могут быть отличные разные ферменты переваривающие эти сахара соответственно расщепляющих они их могут распознавать да ну и так это для интереса да что они не разные 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 сахара по-разному вкусны да что означает они могут перевариваться совершенно разными преобразоваться совершенно разными ферментами это вот как раз пример того как может меняться в зависимости от положения атом гидроксильной группы относительно атом углерода разные формы сахаров и самое важное да что ферменты распознают эти разные сахара по-разному и функции которые они выполняют в организме они тоже будут отличаться но здесь в качестве примера приведена реакция конденсации собственно как образуется из вот представленных здесь гексоз это мальтоза в данном случае как образуется полимер в результате реакции конденсации да происходит образование гликозидной связи и за счет этой гликозидной связи у нас образуются такие крупные полимеры как крахмал или гликоген которые являются формами запасания энергии в организме другой полимер целлюлоза это вот основной компонент стенки растений очень прочный материал который мы сами тоже в повседневной жизни используем целлюлоза это тоже сахар сахарный полимер значит зависимости от того как модифицируются разными функциональными группами химическими связи у атомов углерода могут образовываться либо аминированные сахара это гликозами на гликаны очень часто встречающаяся форма поле сахаров обладающие очень важными функциями в организме наверное помните такое устаревшие немножко название мук поле сахариды школе нас так учили всегда про мук поле сахариды рассказывали вот мук поле сахариды на современном языке вот так называются то есть это аминированные поле сахара из них ну огромное значение имеют гиалуронаны производные гиалуроновой кислоты соответственно это сахара играющий важную роль в составе экстраклеточного матрикса и также важные значения для образования структур экстраклеточного матрикса играют сульфатированные формы производные такие как хондроэтин сульфат гепарансульфат и различные протеогликаны то есть протеогликаны соединенные вот с этими самыми олигосахарами сульфатированными благодаря сульфатированию эти олигосахара приобретают дополнительный электрический заряд поскольку они приобретают дополнительный электрический заряд они легче удерживают воду да отсюда их активное использование в различной косметологии когда вам вводят гиалуроновую кислоту для чего она сама по себе не имеет такого объема но она за счет сахаристости своей легко образует гель а гель хорошо удерживает воду потому что он притягивает диполи воды и фиксирует их но условно говоря фиксирует когда притягивает за счет этого повышается тургор структуры и поддерживается объем собственно вот это свойство было перенесено вот в такую человеческую плоскость мы его с вами активно используем мы я я не использую на кто-то кто-то использует протеугликаны это сложные соединения такие как имеющие как правило сердечник белковый и много много содержит молекул углеводов вот здесь приведена молекула гиалуронана до нарисована гиалуронан образует вот такой сердечник протеугликана и к нему в данном случае если мы говорим о протеугликане они а гликопротеины да к нему присоединяется много молекул других белков и получается что у нас образуется структура достаточно легко взаимодействующая с другими соединениями за счет вот этих своих но если можно так назвать липких связей да за счет того что имеется много боковых ответвлений и практически агрекан вот эта базовая структура которая здесь нарисована является едва ли не основой цит скелета и всех структур не простите экстраклеточного матрица и всех структур с ним связанных и тех которые там образуются агреканы очень легко взаимодействуют с белковыми компонентами экстраклеточного матрица в первую очередь с коллагеном за счет этого образуется вот такая сложная структура которая обладает вязкостью обладает упругостью и позволяет поддерживать форму органа системы клеток и так далее получается что все клетки легко располагаются и находятся на своем месте внутри вот этих структур экстраклеточного матрица образованных за счет разных взаимодействий ну и собственно да мы будем вот об этом сейчас позже говорить я даже не буду на этом реально останавливаться на функциях гликокаликса поскольку нам вот эта часть даже более интересна то что касается уже непосредственно экстраклеточного матрица значит экстраклеточный матриц заполняет все пустоты находящиеся между клетками это очень сложная трехмерно организованная не клеточная совершенно макромолекулярная сеть основная функция которой это механическая поддержка клеток в организме многоклеточных в многоклеточном организме среди животных основными структурами экстраклеточного матрица основной молекулами экстраклеточного матрица являются белки коллагены у растений соответственно углевод целлюлоза значит если мы говорим о том какую роль до образуется как правило в организме синтезируются элементы экстраклеточного матрица в основном клетками соединительной ткани и собственно по большому счету разные формы соединительной ткани которые мы с вами видим это небольшое количество клеток огромное количество матрикса и матрикс соединительной ткани обладает очень разными свойствами возьмите например кровь до форма соединительной ткани где матрикс это плазма жидкий и в нем клетки свободно подвижны и возьмите например кость в которой остеоциты это тоже клетки соединительной ткани но при этом экстраклеточный матрикс прочный твердый и практически не обладает такими свойствами как кровь да статичный по большому счету в здоровом мозге экстраклеточный матрикс продуцируется практически элементы экстраклеточного матрикса продуцируются синтезируются практически всеми типами клеток это и безусловно глиальные клетки и нейронные и сосудистые клетки и и поэтому ну тут в мозге собственно то что касается соединительной ткани это в основном находится вблизи сосудов элемент соединительной ткани поэтому так сказать содержимое клетки мозга тоже надо поддерживать какой-то постоянной своей среде да и помогать им удерживаться вместе и иметь форму соответствующую органу поэтому необходимо чтобы везде эти молекулы синтезировались сегодня признано что элементы экстраклеточного матрикса вовлечены практически во все виды жизнедеятельности мозга до все формы проявления его активности начиная с антогенеза где они определяют движение клеток от нервного гребня до зародышевого до полностью определяют их распределение по всему мозгу определяя правильное структурирование элементов клеточных экстраклеточный матрикс играет важную роль в процессах синаптической пластичности поддерживать структурную стабильность обязательно необходим для образования синапсов и конечно для регенерации ткани значит опять же если мозг повреждается то за счет активности за счет изменения состояния экстраклеточного матрикса собственно формируется сам ответ на на те изменения которые происходят в результате повреждения начиная от формирования глиального рубца в месте повреждения но он четко совершенно вот этот шрам образуется в местах инсульта и удерживаются клетки друг относительно друга глиальные клетки окружающие окаймляющие место повреждения за счет взаимодействия с экстраклеточным матриксом и конечно регенеративные все процессы обусловленные самим повреждением да вызванные повреждением или возникающие в процессе нейродегенеративных изменений каких-то они конечно идут за счет того что возможно адгезия клеток к элементам экстраклеточного матрикса ну это просто разные варианты того как может быть организован экстраклеточный матрикс вообще самая простая форма организации экстраклеточного матрикса это базальная мембрана элементы базальной мембраны это те самые белки и углеводы которые составляют ее очень тоненький листочек очень эластичный и прочный проще всего мы его наблюдаем в кровеносных сосудах которые покрыты базальной мембраной конечно когда мы говорим о мозге это в первую очередь базальная мембрана классическая мы ее можем видеть вокруг кровеносных сосудов тем не менее элементы базальной мембраны можно видеть в нервном мышечном контакте вот она здесь розовым вся покрашена здесь эпителий это вот кровеносные сосуды базальная мембрана покрывающие клетки сосуда до сосудистую стенку но и на периферии базальной мембраной окружены нервы поскольку швановские клетки вырабатывают здесь элементы базальной мембраны формируют базальную мембрану которая окружает собственный нерв как орган если можно так сказать то есть не как одно волокно покрытое миелиновой оболочкой а как много волокон идущих в пучке и окруженных швановской клеткой и соответственно окруженных базальной мембраны как образование на этом рисунке представлены разные элементы примерно как это может выглядеть до исходно в до момента как они придут в определенно займут определенное место в структуре базальной мембраны поскольку значит в состав ее входят разные фибриллярные белки это осахаренные белки да вот они зелененьким здесь показаны соответственно это может быть фибриллярный коллаген линейные линейная молекула это коллаген четвертого типа это отдельная форма коллагена которая является но едва ли не самой главной если можно наряду с ламинином главным типом молекул белковых обеспечивающих прочность скелета экстраклеточного матрикса и вот розовым цветом или красным цветом показаны разные формы полисахаридов которые включены в состав экстраклеточного матрикса это могут быть линейные неразветвленные гиалурананы и агрикан да и перликан это такие протеогликаны которые тоже входят состав матрикса обеспечивая взаимодействие между сахарами белками и не придавая дополнительную прочность а вот агрикан пожалуй такой вот коровый белок который в значительной степени обеспечивает связь между коллагенами и полисахаридами составе экстраклеточного матрикса значит из белков на чем хотелось бы ваше внимание заострить то структуры в нервной системе в мозге если мы будем говорить о центральной нервной системе в классическом виде практически нет базальными мембраны ну вот я чуть позже скажу где ее можно увидеть так где она встречается где мы выполняет важную функцию но практически все белки и все углеводы которые входят состав базальной мембраны они встречаются в экстраклеточном матриксе в достаточно большом количестве и в мозге тоже на что обращаем внимание первый белок о котором нужно упомянуть это белок ламинин возникает очень образует возникает в нервной системе или синтезируется в нервной системе очень рано с самых ранних стадий развития антогенеза и уже на этих ранних стадиях то базальная мембрана которая определяет развитие зародыша она и распределение клеточных элементов по зародышу она включает в свой состав ламинин значит классически это вот такая молекула примерно вот так организовано как нарисовано на этой схеме состоящая из трех полипептидных цепей полипептиды я напоминаю в прошлый раз мы с вами говорили да пептид это несколько аминокислот соединенных вместе полипептид это когда много до до нескольких сотен аминокислот соединенных вместе вот такие крупные полипептидные цепи альфа бета-гамма цепи входят в состав каждой молекулы ламинина по виду своему они вот такой букет представляют собой имеющий основание букета спирально скрученные пептидные полипептидные цепи и головку которая завершается вот как букет расходящимися цветочками такими да каждая цепь может обра для чего предназначена она предназначена либо для взаимодействия с другими белками либо для образования полимера из ламинина то есть взаимодействие с другими молекулами ламинина да собственно здесь вот это нарисовано под self assembly это значит способность к самосборке молекулы ламинина обладают способностью образовывать упорядоченную структуру даже в растворе то есть это благодаря тому что боковые цепи вот эти ламинина взаима могут взаимодействовать друг с другом соответственно альфа цепь обеспечивает взаимодействие с другими гликозаминогликанами и с интегринами то есть белками расположенными на поверхности клеточной мембраны соответственно это позволяет обеспечить взаимодействие экстраклеточного матрикса с клеткой удерживать ее на месте в определенной позиции а с другой стороны это позволяет взаимодействовать гликозаминогликаном который входит состав матрикса и создавать такую прочную взаимосвязь между клеточными структурами в организме удерживать их друг относительно друга второй важный тип белков которые здесь находятся в экстраклеточной матриксе это коллагены это наиболее распространенный белок который встречается в составе соединительной ткани значит чем отличается отличается большим количеством аминокислотных остатков пролина и глицина и это позволяет коллагену формировать спиральную структуру поскольку они взаимодействуют между собой их существует достаточно большое разнообразие благодаря тому что альфа цепей индивидуально кодируемых существует довольно много каждый альфа цепь кодируется отдельным геном то есть по соответственно 25 разных альфа цепей 25 разных генов кодируют их составе нашего организма и разнообразие такое альфа цепей позволяет существовать 27 различным типам коллагенов то есть у нас не один коллаген их много разных ну и соответственно коллаген может подвергаться различным пострансляционным модификациям и из коллагенов нам с вами важно значит соответственно для экстраклеточного матрикса это коллаген четвертого типа коллаген четвертого типа это белковая молекула которая состоит из трех индивидуально синтезируемых длинных цепей белковых и эти цепи скручиваются между собой они не не идентичны то есть это разные разные полипетитные цепи разные белки по сути да они скручиваются в такую прочную структуру трехмерную и получается что у нас такой канат образуется по сути и вот эта структура для того чтобы не быть супер прочной имеет специальные разрывы в своем составе эти разрывы позволяют этой молекуле быть не жесткой а пластичной то есть она может легко менять свою форму удерживая при этом прочность вот эту на разрыв то есть разорвать ее сложно а вот погнуть довольно легко да поэтому у нас экстраклеточный матрикс он как бы прочный его невозможно вот если будете просто тянуть он как бы тянется все время да он тянется но при этом он легко меняет свою форму поэтому органы могут приобретать очень разные формы в организме поддерживать эти разные формы и в зависимости от того какая ситуация эта форма может легко адаптироваться к меняющейся среде значит образование экстраклеточного матрикса обусловлено тем что сначала происходит у нас образование ламининового такого скелета и ламинина ламинин взаимодействует с рецепторами на поверхности клетки через качестве таких рецепторов не путать с рецепторами для нейромедиаторов там или для гормонов данном случае под рецептором мы подразумеваем просто молекулу которые взаимодействуют с другой молекулы под такими рецепторами в качестве таких рецепторов выступают молекулы интегринов интегрины это большое семейство трансмембранных белков мы не сейчас поговорим и второй тип рецепторов которые также взаимодействуют и вы видели на схеме они были упомянуты это дистрогликаны такие протогликаны тоже трансмембранные и благодаря наличию полисахарийной цепи на поверхности в экстраклеточном пространстве они очень легко фиксируются с ламинином для чего нужно для того чтобы зафиксировать положение клетки относительно цит скелета зачем нужно сейчас скажем помимо вот этой структуры трехмерной которая образуется из молекул вот этих букетиков ламинина у нас имеется коллагеновые длинные волокна канаты образующие по сути поверхность похожую на войлок вот такую войлокообразную структуру если можно так сказать то есть это такая сеть в которой коллаген соединяется за счет специальных адаптерных белков и протогликанов с ламинином когда у нас два прочных элемента соединяются воедино у нас получается основа которой мы можем прикреплять клетки за счет чего это происходит за счет взаимодействия с интегринами и с дистрогликанами ну и теперь ближе уже так сказать к экстраклеточным матриксу который собственно находится в мозге до от 10 до 20 процентов объема мозга экстраклеточный матрик занимает то есть это довольно много все пространство между клетками по сути и здесь находятся три основные формы экстраклеточного матрикса которые отличаются по составу и отличаются по функциям ну вот на этой схеме они все изображены вместе примерно как это выглядит да если мы будем с разбирать такую как как это сейчас говорят нейроваскулярную такую единицу да значит у нас вот кровеносный сосуд кровеносный сосуд имеет классическую базальную мембрану стенка кровеносного сосуда составлена эндотелиоцитами и гладкомышечными волокнами сверху покрыта базальной мембраной базальная мембрана состоит из молекул ламинина вот они здесь в упорядоченную структуру образованы и все взаимодействуют с энтегринами расположены на поверхности клеток эндотелия и вот синенькие это молекулы фиброниктина а значит оранжевые вот такие структурные элементы это собственно коллаген четвертого типа который образует вот такой вот сеть да со встроенными одновременно со встроенными элементами белка ламинина ну и другие гликопульсахариды которые здесь находятся это вот гиауронаны все они здесь собственно располагаются в этой базальной мембране значит за счет того что в клетках нейронах или глии находится в мембрану встроены интегрины и дистрокликаны они взаимодействуют с элементами экстраклеточного матрикса и удерживаются да таким образом образуется вот такой слой в данном случае это астроциты которые контактируют непосредственно с кровеносными сосудами за счет вот этого взаимодействия с базальной мембраной другой тип экстраклеточного матрикса который встречается в нервной системе получил название перенейрональных сетей перенейрональные сети образованные протеогликанами и теносциновым рецептором в основном это два основных элемента которые входят состав этих сетей помимо них имеются линкерные белки но вот если мы посмотрим с вами да вот вокруг нейрончик вот так это примерно выглядит в данном случае и вот такая вот структура отличается у структуры базальной мембраны да здесь нет ламинина здесь нет коллагена четвертого типа имеется только протеогликаны и только теносциновый рецептор и вот они соединены собственно вот эти теносциновый рецептор синенький вот они соединены адаптерными белками между собой и наконец третий тип матрикса который встречается и который заполняет все то место в мозге которое не заполнено базальной мембраной то есть не возле сосудов и не возле отдельных нейронов это интерстициальный матрикс где можно встретить практически все элементы матрикса которые характерны для него это будут и протеогликаны и теносцинные и коллагены и ламинин и фиброниктин то есть здесь есть все элементы и эти элементы матрикса позволяют удерживать между собой для нейрональные клетки в определенном положении друг относительно друга ну и собственно то о чем я упоминал да значит открытие того что практически синаптическая щель не является пустой а заполнена экстраклеточным матриксом привело к преобразованию вот классической модели трехчастного синапса когда мы рассматривали синапс с точки зрения того что он образован прессинаптической клеткой постсинаптической клеткой и реальным элементом чаще всего астроцитом который обнимает как бы этот синапс и обеспечивает поглощение избыточных медиаторов избыточных ионов которые возникают или высвобождаются в результате синаптической передачи значит было вот как раз в работе русакова и детятева они предложили переформулировать эту концепцию в четырехчастный синапс и включить в качестве неотъемлемой части синапса экстраклеточный матрикс который не только обеспечивает положение синаптических элементов друг относительно друга за счет заякоривания к элементам экстраклеточного матрикса но еще и обеспечивает прохождение сигнала то есть транспорт медиатора через щель направленную фактически направленный до такой вот обеспечивающий именно эффективность передачи и позволяющий как бы обеспечить то взаимодействие которое нужно для правильной функции нервной сети значит ну и немножко подробнее о разных элементах экстраклеточного матрикса собственно чем он примечателен значит перинаерональная сеть перинаерональные сети это очень высоко конденсированные сети то есть они достаточно плотные а однако встречаются они не повсеместно значит наличие перинаерональных сетей характерно для нескольких типов нейронов в центральной нервной системе в первую очередь это тормозные клетки и из тормозных клеток это клетки которые экспрессируют парвальбумин значит ну вы наверное помните или знаете или может быть не знаете знаете что гамкологические нейроны неоднородны по химизму своему и различают в зависимости от того их принято различать в зависимости от того какие основные белки они экспрессируют значит частичная классификация основана на экспрессии кольцесвязывающих белков поскольку в разных клетках они разные в зависимости от этого их принято классифицировать на парвальбуминовые калоретиминовые и калбендин экспрессирующие нейроны гамкологические именно нейроны значит из разные типы этих нейронов образуют совершенно разные связи обеспечивая работу тормозной системы мозга ну например клетки экспрессирующие калоретинин гамкологические взаимодействуют только с гамкологическими клетками у них нет взаимодействия с возбуждающими нейронами парвальбуминовые и калбендиновые клетки отличаются по структуре или как сказать правильно по морфологии своих связей то есть они иннервируют разные участки либо возбуждающих либо тормозных нейронов это могут быть либо аксосоматические синапсы либо аксодендритные синапсы и так далее то есть в зависимости от того химизм клетки наверное химизм определяет функциональную функциональные связи вот но разные клетки обладающие разным набором белков отличаются по характеру связи которые они образуются и вот из из тормозных клеток только парвальбумин экспрессирующие образуют имеют вот такую сложную достаточно сеть экстраклеточного матрикса примыкающую непосредственно к телу клетки и покрывающему начальный сегмент аксона аксонный холмик да как мы раньше называли начальный сегмент аксона как теперь принято называть значит кроме того некоторые возбуждающие пирамидные нейроны имеют элементы такого матрикса и нет и мотонейроны центральные мутонейроны встречается такую такая форма матрикса не во всех отделах мозга есть в клетках коры гиппокампа мозжечка и базальных ганглиев то есть не находит его в стволовых структурах структурах среднего мозга значит следующее да ну это я вам хотел показать просто то как это может примерно выглядеть в мозге значит но если мы просто берем и окрашиваем срез в данном случае это область c1 гиппокампа вот собственно лежат пирамидные нейроны здесь здесь и здесь они эти срезы окрашены антителами к бревикану и теносциновому рецептору о котором я упоминал да помните теносциновый рецептор это компонент именно перина ирональной сети и вот так это примерно выглядит то есть вот такое диффузное окрашивание мы можем наблюдать то есть очень большое число клеток тормозных клеток много имеет такие элементы теносцинового рецептора если мы начинаем окрашивать мы можем ли мы сказать здесь да что мы видим сугубо перина ирональную сеть практически не можем потому что слишком диффузно это все выглядит однако если мы берем с вами антитела к определенным гликозаминогликаном в данном случае это антитела к хондроэтин сульфат протогликану и пытаемся окрасить ими то мы видим да что в области c1 очень небольшое число клеток имеет вот такую лектикановую оболочку если можно так выразиться да такой лектикановый контур то же самое мы можем взять лектин из растений которые взаимодействуют с гликозаминогликанами с помощью этого лектина тоже можно вот выкрасить вот такое небольшое число клеток то есть не все вот это вот да мы видим уже отдельные нейроны и наконец когда проверяют что это за нейроны то выясняется что в основном такие вот оболочки имеют парвальбуминовые нейроны гамкергические вот они собственно окрашены здесь но и вот здесь вот увидеть такую совмещенную картинку который позволяет нам увидеть что в основном как раз перинаерональная сеть находится вокруг тормозного нейрона значит классическая базальная мембрана встречается в первую очередь возле кровеносных сосудов это эндотелиальная базальная мембрана также может покрывать перициты клетки и выстилающие желудки базальная мембрана образуется всеми классическими элементами здесь мы видим такой фибриллярный интерстициальный матрикс характерный для любого экстраклеточного матрикса видим сложную трехмерную структуру она формируется ламинином молекулами ламинина она формируется соответственно сетью коллагена четвертого типа вот они голубые вот эту сетчатая структура голубая и здесь разные адаптерные белки которые или линкерные белки которые связывают коллаген и ламинин за счет участков связывания взаимодействует с интегринами находящимися на поверхности эндотелиальных клеток удерживаются здесь и удерживаются интегринами которые находятся в ножках астроцитов образующих в данном случае вот такую вот оболочку вокруг по сути вокруг кровеносного сосуда вот такая сложная структура обеспечивает наличие гематонисфолического барьера в мозге вокруг сосудов и обеспечивает непроницаемость стенки сосуда для разных компонентов которые находятся в крови благодаря вот этой вот сложной плотной структуре они не могут проникать через этот барьер в мозг но значит есть несколько мест в мозге где отсутствует плотный экстраклеточный матрикс и он крайне высоко проницаем где это наблюдается это сосудистое сплетение желудочков там много финистрированных капилляров то есть дырявых капилляров через которые могут проникать достаточно большое количество разных молекул и даже клеток проходить через стенку такого капилляра и там очень слабая рыхлая сеть образованных экстраклеточным матриксом и второе место которое точно известно это цирком вентрикулярный орган то есть это орган структура мозга расположена вокруг третьего желудочка есть работа появившаяся достаточно недавно где было показано что барьер достаточно слабый и при легко проницаемый расположен в гиппокампе там где происходит образование стволовых где находятся стволовые клетки и где идет область собственно в области нейрогенеза вот там по всей видимости барьер тоже легко проницаем для разных веществ может быть именно поэтому так сказать гиппокамп является такой структурой мозга которая достаточно легко уязвима для разных воздействий внешних значит что еще есть интересного с точки зрения базальной мембраны базальная мембрана очень интересно организована в области боковых желудочков в субвентрикулярной зоне значит опять же благодаря супер разрешающей микроскопии было показано что здесь базальная мембрана находится не только вокруг сосудов вот собственно как видно на этой фотографии да здесь вот покрашена покрашена базальная мембрана вокруг сосудов кровеносных вот здесь находится полость желудочка здесь находятся перициты и помимо базальной мембрана вокруг сосудов у нас имеются элементы базальной мембраны расположенные в виде вот таких точек которые называют фрактонами и они находятся в слой эпензимных клеток выстилающих стенку желудочка или точнее сказать как бы находятся у поверхности этой области значит вот реконструкция дана такого участка вот кровеносный сосуд и его базальная мембрана и вы видите что вот пространство между кровеносными сосудами в субвентрикулярной зоне вот здесь мы с вами находимся в субвентрикулярной зоне вот боковой желудочек боковой желудочек то здесь вот субвентрикулярная зона организована вот в такие вот штуки или образование которые получили название фрактонов что это такое значит считается принято считать что вот такие элементы базальной мембраны являются скафолдом. Скафолд – это сложно организованная структура, как полка такая, на которой могут удерживаться различные другие структурные элементы или другие молекулы. Мы будем говорить о синапсе, о его структуре, упоминать про скафолдные белки. Вот здесь базальная мембрана служит скафолдом для стволовых клеток. И на фотографии, которая справа от вас, микрофотографии, вы здесь видите довольно сложное окрашивание, выполненное с помощью целого набора антител и химикатов, таких как этенилдезоксиуридин, антитела к глиальному, фибриллярному кислому белку, к паноламинину и к бета-катенину. Какая была цель? Была цель показать, как располагается стволовая клетка в мозге относительно кровеносного сосуда и относительно фрактона. Вот вы видите кровеносный сосуд, его базальная мембрана окрашена в красный цвет. И вы видите стволовую клетку, ее пометили с помощью тенилдезоксиуридина во время деления. Она удерживает в ДНК тенилдезоксиуридин, его можно с помощью кликхимии выделить или покрасить. И вот здесь вы видите, что эта стволовая клетка имеет характеристики глиальной, радиальной глиальной клетки. Она имеет отростки, которые содержат глиально-фибриллярный кислобелок, белок промежуточных филаментов. Вот видите, он контактирует, эта ножка стволовой клетки контактирует с кровеносным сосудом. И вы видите вокруг элементы базальной мембраны, вот они, фрактоны, вот эти точки. И если посмотреть внимательно на оптический срез, то видно, что фрактоны и отростки стволовой клетки тоже взаимодействуют друг с другом с помощью... тоже взаимодействуют друг с другом. Таким образом у нас получается, что стволовая клетка удерживается непосредственно возле фрактона и взаимодействует с кровеносным сосудом, таким образом либо получая от него какое-то дополнительное питание, либо дополнительно удерживаясь в этом регионе. Ну, мне кажется, это достаточно интересный факт, заслуживающий внимания, тем более что нейрогенезу у нас уделяется сейчас много внимания, нейрогенезу во взрослом мозге. Ну и, наконец, третья форма матрикса – это интерстициальный матрикс, который занимает все остальное пространство, где нет базальной мембраны и где нет перинейрональной сети. Это такая форма матрикса достаточно гибридная, содержит практически все структурные элементы матрикса, все молекулы, которые могут быть в него включены, и его состояние связано с активностью всех типов всех клеток, поскольку благодаря взаимодействию с поверхностью клеток этот матрикс может в значительной степени регулировать плотность шипиков, поведение клетки, благодаря взаимодействию с интегринами, расположенными на поверхности мембраны. Ну и, собственно, почему важно? Потому что как только мы с вами убираем эти структурные элементы матрикса, ну, например, получаем нокаутных животных по какому-то из структурных элементов матрикса, вот они, например, перечислены из тех, которые имеются на слайде, упомянутые к фибронектину, например, или к ламинину или ктиносцину, и вот такие нокауты, как правило, демонстрируют нарушенную пластичность, в том числе, вероятно, из-за отсутствия определенной структуры интерстициального матрикса. Ну и зачем все это, собственно, да? Очень легко меняется экстраклеточный матрикс при различных патологиях мозга. Ну, вот, собственно, Дитятев со своими соавторами, они предложили такую схему, которую вы видите слева вверху. Они говорят, объясняя эту схему, что когда у нас происходит повреждение нервной ткани, происходит секреция большого числа протеаз, протеолитических ферментов, в экстраклеточное пространство. Благодаря тому, что идет протеолиз, у нас нарушается структура экстраклеточного матрикса. И она продолжается. С одной стороны, нарушение структуры экстраклеточного матрикса позволяет обеспечить легкий доступ протеаз к любым антигенам и позволяет их разрушить или разрушить какие-то те ненужные для мозга структуры, которые могли проникнуть в результате, например, инсульта или повреждения кровеносных сосудов какого-то, геморрагии. И это продолжается в течение достаточно длительного времени, пока ингибиторы таких протеаз не достигнут, которые начинают экспрессироваться клетками, экспрессируются в клетках и тоже секретируются в экстраклеточное пространство. И вот до тех пор, пока эти ингибиторы клетчных протеаз не смогут заингибировать эти протеазы, будет продолжаться разрушение экстраклеточного матрикса. Поскольку святое место пустое не бывает, клетки начинают экспрессировать то, чего не хватает, восстанавливать экстраклеточный матрикс. И в момент, когда происходит остановка протеолиза, количество элементов экстраклеточного матрикса продолжает увеличиваться. Они секретируются в среду и создают новый слой экстраклеточного матрикса, который, как правило, в результате хронизации этого процесса становится более плотным, более грубым и нарушает, по сути, коммуникацию между клетками, ведет к затруднению коммуникации между клетками. И несколько теоретических и практических работ, которые были сделаны в связи с этим, они, похоже, подтверждают правоту того, что предполагает или на основе чего строит свои заключения детятев. В частности, я бы просто здесь привел два примера работ, посвященных исследованию эффектов острого стресса, где авторы предполагают, что причиной изменения когнитивных функций, нарушения когнитивных функций, возникающих в результате хронического стресса, является как раз избыточное образование структурных элементов экстраклеточного матрикса. На схеме, которая здесь справа вверху, вы можете видеть базовое исходное состояние нервной сети, обладающей определенной ритмической активностью, обладающей определенными связями между клетками. И вот здесь, таким серым фоном, показаны элементы экстраклеточного матрикса, окружающие нейроны. Далее, в результате острого стресса, острого стрессорного воздействия, когда идет секреция, избыточная секреция протеаз, активация тканевого плазминогена, мощный выброс матриксных металлопротеаз, которые расщепляют элементы структурного матрикса, вот этого экстраклеточного матрикса, происходит облегчение такой пластичности, или что ли усиление такой пластичности, но это ведет еще и дополнительно к образованию избыточного количества связей между нейронами, которые, видимо, отвечают за такую избыточную активность. И, наконец, когда у нас замедляется процесс протеолиза и происходит образование гиперматрикса такого, это приводит к устранению достаточного количества связей между клетками, вот они здесь вот так это изображают, к изменению их активности и, соответственно, к нарушению когнитивных функций. И вот эта работа, которая здесь процитирована мною, и тоже, в общем, повторяет примерно эту схему, здесь авторы, изучая элементы перисинаптических сетей, экстраклеточного матрикса перисинаптических сетей, показывают, что можно отделить эффекты стресса, вызывающие изменения в эффективной сфере, то есть депрессивно подобные изменения, от изменений, которые являются проявлением когнитивного дефицита. И показывают, что как раз в стадии, когда возникает когнитивный дефицит, вот это больше восьми недель хронического стресса, она характеризуется образованием избыточного количества элементов экстраклеточного матрикса, который, видимо, является причиной нарушения нейронных сетей и возникающего когнитивного дефицита. Так это или не так, это нужно проверять, естественно. А мы с вами немножечко поговорим про то, как происходит образование связи собственной между клетками и экстраклеточным матриксом. Экстраклеточный матрикс оказывает свое влияние на клетки снаружи через взаимодействие с рецепторами. Рецепторы, как я уже упоминал, это либо интегральные белки, которые получили название интегринов, либо это основные рецепторы, либо дистрогликаны, это гликозаминогликаны, которые тоже являются трансмембранными. Интегрины – это достаточно большое семейство. Это гетеродимерные белки. Содержат они в своем составе альфа-субъединицу. Вот она зеленая такая здесь, зеленая нарисована на схеме, и бета-субъединицу. В активном состоянии, как нарисовано здесь, эти структурные элементы распрямлены и приобретают высокую аффинность в отношении элементов экстраклеточного матрикса. Прежде всего, белков взаимодействуют с элементами экстраклеточного матрикса. В неактивном состоянии и при больших концентрациях кальция в экстраклеточной среде они находятся в свернутом состоянии. При этом свернута в спирали видно как наружная часть экстраклеточного домена этих белков, так и их внутриклеточный домен. Со стороны внутриклеточного домена эти белки могут взаимодействовать с различными белками совершенно. В первую очередь, это структурные элементы, благодаря которым интегрин может взаимодействовать с активными филаментами цитскелета. И получается, что вот такая структура обеспечивает нам взаимодействие между клетками и экстраклеточным матриксом по принципу застежки, как липучка, когда у нас экстраклеточный матрикс – это войлочная часть застежки, а крючочки пластмассовые – это интегрины. Если они соприкоснулись, они взаимодействуют, и эта связь достаточно прочная. Но в принципе легко разрываемая, причем как снаружи, так и изнутри клетки. Легко прерываемая. Ну и, наконец, где еще в практической деятельности такое вы встречаетесь с работой интегринов. Например, когда высеваете смесь клеток на чашку Петри. Вы делаете подложку, которая, как правило, имеет волокнистую структуру. Это какой-то белковый полимер или углеводный полимер, углеводосодержащий полимер и интегрины, расположенные на поверхности клеток, чувствуют состояние волокнистой структуры, взаимодействуют и укрепляются таким образом в чашке Петри. Собственно, вот вам пример того, где вы наблюдаете взаимодействие элементов экстраклеточного матрикса и интегриновых рецепторов, расположенных на поверхности клетки. Как я уже сказал, если у нас нет элементов экстраклеточного матрикса и высокое содержание кальция с наружной стороны клетки, в наружной среде, в окружающей среде, то молекула интегрина свернута. Вот она в неактивном состоянии. И альфа- и бета-цепи с внутренней стороны мембраны тоже взаимодействуют между собой. Если у нас происходит одно из этих событий, значит, либо вблизи интегрина появляются белки экстраклеточного матрикса, либо происходит какой-то механический стресс, который действует на клетку. Например, она ударяется о какую-то поверхность, либо повышается концентрация интерлейкинов, что происходит в процессе воспаления, либо повышается содержание ионов магния в окружающей среде. Это приводит к изменению конформации рецептора. наружная часть, наружный домен, экстраклеточный домен молекулы распрямляется, и головки молекул приобретают высокую афинность для взаимодействия с элементами экстраклеточного матрикса. То есть они просто приклеиваются, прилепляются, удерживают молекулу белка с целью изменить положение клетки. К чему это приводит? Это приводит к тому, что внутриклеточные элементы цепей также меняют свою конформацию и приобретают высокое сродство к одному из внутриклеточных белков, с которыми они взаимодействуют. Например, связываются через талин с элементами цитскелета, и клетка уже будет прочно удерживаться в этом месте. Или меняется способность этих клеток взаимодействовать с малыми протеинкиназами и таким образом сигнализировать, изменять состояние других белков, которые находятся внутри клетки. То же самое может возникать, если внутренняя среда клетки каким-то образом изменилась. Например, произошла перестройка цитскелета. Или пришел какой-то сигнал изнутри клетки. Или произошла активация ионных каналов. Изменился ионный состав вблизи интегрина. То же самое происходит. Происходит распрямление экстраклеточного домена, и он начинает искать молекулы экстраклеточного матрикса для того, чтобы с ними провзаимодействовать. То есть фактически структура может быть активирована с двух сторон. Ну и вот здесь показаны два основных пути изменения внутреннего состояния клетки, к которым приводит активация интегрина. Это может следствием активации интегрина быть перестройка цитскелета через взаимодействие. Вот это, которое здесь изображено. Два белочка принимают участие адаптерных в этом процессе. Это талин и венкулин, которые обеспечивают связь между... Они связаны между собой, взаимодействуют между собой. И через них интегрин взаимодействует с элементами цитскелета. И второй важный элемент активации интегрина. В результате взаимодействия интегрина с экстраклеточным матриксом может происходить активация вот этой небольшой киназы, киназы фокальной адгезии. Через киназу фокальной адгезии активируются SRC киназы, малые протеин киназы. И все это приводит к изменению тех белков внутриклеточных, которые принимают участие в миграции клетки, дифференцировке и обеспечении пластических свойств ее. С левой стороны это очень красивая картинка, просто для эстетизма, для эстетического удовольствия. Что здесь показано? Здесь показано, как собираются актиновые филаменты в конусах роста клетки. И вот вы видите, здесь актиновые волокна благодаря тому, что происходит взаимодействие между элементами цитскелета и адгезивными рецепторами, расположенными на поверхности клетки. Меняется структура цитскелета, собирается фибриллярный актин здесь, как нарисовано на этом рисунке, на этой схеме. И может происходить, например, изменение формы поверхности клетки. Ну и, коль мы уж с вами заговорили теперь об элементах цитскелета, тоже рисунок, который доставляет мне эстетическое удовольствие. Это клетка, в которой одновременно окрашены два структурных элемента цитскелета. Это актиновые филаменты, они видны красным и образуют ту самую кору подмембранной клетки, о которой я вам говорил в самом начале. И здесь видны микротрубочки, образованные из других белков, из тубулина, которые идут от внутренней части клетки, от структурных элементов, связанных с центриолями или с центром образования микротрубочек к периферии клетки. Вот они здесь направлены. Но это просто красивая картинка, это не нейрон. Наряду с актиновыми филаментами и микротрубочками еще одним третьим важным элементом цитскелета являются промежуточные филаменты, так называемые. Ну, вот обо всем как бы по порядку. Значит, нейрон является достаточно сложной клеткой, она сложно организованная, имеет выраженную пространственную географию, если это можно так сказать, морфологию специфическую, и она полярная. И именно эти свойства клетки позволяют поддерживать элементы цитскелета, которые в ней есть. Значит, в первую очередь они обеспечивают структурную поддержку всей клетки, начиная от формирования протрузий, которые превращаются в отростки, и заканчивая поддержанием структуры отростков, формированием дендритных шипиков, филоподий, бранчей или ветвей на дендритах и так далее. Значит, за все это отвечают элементы цитскелета. Без них сама по себе мембрана клетки не может удерживать такую форму. Значит, актиновые филаменты, или их называют микрофиламентами, это белки фибриллярной формы в виде фибрил, образованных глобулярными молекулами, маленькими глобулами белка под названием актин. Значит, одна глобула в диаметре составляет примерно 8 нанометров. Вот здесь примерная размерная шкала дана. Значит, что характерно для актиновых волокон. Актиновые волокна образуют довольно длинные филаменты, пучки филаментов. Каждый филамент свернут в виде спирали, состоящей из нескольких единичных молекул актина, полимерных молекул актина, как правило, трех. Значит, распределены актиновые филаменты по всей клетке и позволяют поддерживать жесткость клетки, обеспечивают ее подвижность, задействованы в процессах деления, адгезии и сигналинги внутриклеточном. Большая часть актиновых филаментов собрана в виде коры под клеточной мембраной, но в цитоплазме очень большое число актиновых филаментов, которые могут образовывать и сетчатые структуры, и пучки волокон, и даже отдельные такие островки волокон, состоящие из нескольких клеток. Значит, образование филамента – это процесс достаточно сложный, поскольку молекула глобулярная, и для того, чтобы она начала собираться, необходимо, чтобы несколько глобул вместе удерживались относительно длительное время. Значит, это время может зависеть от очень разных параметров. Например, если вы возьмете раствор актина, то образование глобал происходит спонтанно. Они образовываются и разрушаются. Поэтому вот эти вот центры, от которых начинает расти филамент, они должны пробыть стабильными достаточно длительное время. Тогда они образуют ядро нуклеации такое, или точку нуклеации, образование, от которой может образоваться филамент. Например, на это может повлиять солевой состав. Если вы в раствор актина добавите соль, то стабильность будет возникать быстрее, и к этой точке нуклеации начнут присоединяться другие глобулы. Причем присоединяться, в принципе, они могут с обоих концов, но, как правило, с одной стороны присоединение происходит более активно. Это так называемый плюс-конец. Элангация или удлинение молекулы, удлинение фибрилы всегда идет с одной стороны, как правило. Со второй стороны, это процесс гораздо более медленный, и чаще даже может возникать, наоборот, разборка фибрилы с минус-конца. И, наконец, собранный филамент может быть относительно стабильным в течение достаточно длительного времени. Опять же, для этого нужно, чтобы не только молекула полимеризовалась, но еще чтобы она скрутилась в спиральную структуру. Образование длинного филамента происходит из протофибрил. Протофибрилы образованы линейными связями, глобал друг с другом. Но такая структура достаточно непрочная, и она может легко разрушаться. Для того, чтобы филаментная структура была термостабильной в первую очередь, потому что мы живем с вами при определенной температуре тела, наши элементы цитоскелета должны быть стабильными, они не должны просто так рушиться. Начинают образовываться поперечные связи или латеральные связи, которые связывают друг с другом эти протофибрилы. И только после этого происходит либо закручивание этой структуры друг относительно другого, либо замыкание ее в трубку. Почему это важно? Потому что разрушение линейных связей в такой структуре гораздо менее энергетически выгодно, чем отрывание глобул или мономеров белка с одной стороны. Чтобы поломать такую структуру, нужно приложить гораздо больше сил и энергии, чем если мы будем просто по одному отсоединять с каждой стороны структурные элементы молекулы. И это обеспечивает наличие таких латеральных связей термостабильность. Поэтому элементы цитоскелета, они жесткие достаточно. Но в первую очередь жесткость цитоскелету придают микротрубочки. Микротрубочки образованы другим структурным белком. Это белок тубулин. Тубулин, в отличие от молекул актина, гетеродимер. То есть имеется альфа-субъедница и бета-субъедница, которые взаимодействуют между собой. И альфа-субъедница может взаимодействовать только с бета-субъедницей, образовывая продольные связи, или образовывать поперечные связи с другими альфа-субъедницами. Молекулы довольно сложные. Если вы посмотрите на эти радиоавтографы, которые были получены, вы видите, что здесь спиральные элементы собраны между собой, еще и в тубулу, которая позволяет поддерживать форму микротрубочки. Микротрубочки жестче намного, чем актиновые филаменты. И поэтому, как правило, являются более короткими, хотя собираются в довольно длинные структуры. Значит, вот именно из-за того, что они более жесткие, протофибрилы или прототрубочки, из которых собирается большая микротрубочка, являются короткими, чтобы обеспечить подвижность элементов и гибкость их друг относительно друга. То есть, чтобы вот это вот свойство эластичности не потерять. Для чего они нужны? Помимо механической поддержки, это, конечно, пути транспорта. Весь транспорт по клетке осуществляется в основном за счет микротрубочек. Активные филаменты тоже могут использоваться, но гораздо реже. Значит, сборка тоже полярная, так же, как и в первом случае. Значит, имеется минус-конец, имеется плюс-конец. С плюс-конца собирается проще. В этом случае, где гетеродимеры присоединяются друг к другу, образуют длинный филамент. Вот, собственно, они нарисованы здесь. Это молекула бета-тубулина, молекула альфа-тубулина. Вот они между собой взаимодействуют таким образом. А для того, чтобы образовывались вот такие поперечные связи, альфа-тубулин будет взаимодействовать с альфа-тубулином, только в латеральном направлении. А сюда присоединится в продольном направлении только гетеродимер. Значит, вот это вот такая получается очень прочная, достаточно полая структура. И еще один важный элемент наряду с тубулином и актином – это спектрин-анкериновая система. Еще два структурного белка. Они не образуют таких длинных филаментов, которые образуют актин или микротрубочек, которые образуют тубулин, но они позволяют взаимодействовать актину с мембраной и позволяют обеспечить взаимодействие разных структурных элементов цитоскелета между собой. Я об этом упоминаю здесь относительно нервной системы, потому что в нервной системе они работают, но менее выражены, например, чем в клетках крови, в клетках соединительной ткани, где это вторая, по сути, такая вот цитоскелетная структура. Для чего они еще нужны? Они нужны для заякоривания ионных групп, для заякоривания канальных групп в определенных участках. Я сейчас это проиллюстрирую. И необходимы для обеспечения правильного визикулярного транспорта внутри клетки. Последний структурный элемент цитоскелета – это промежуточные филаменты. Промежуточные филаменты – это очень большое семейство белков, которые образуют такого рода филаменты. Это практически такие канатообразные структуры, довольно жесткие, и они имеются во всех практически элементах клетки. И в отростках, и в теле клетки. Ну вот справа – это, собственно, фотография моя, которая была получена из мозга крысы, сделана на препарате из мозга крысы. Вот сюда вводили бета-милоидный пептид. И вы видите, вот здесь большое количество астроглиальных клеток, которые окружают место введения, то есть место травмы, по сути, и токсичности. И вот то, что здесь вы видите в виде таких красных красивых звезд, это как раз окрашенный одна из форм промежуточных филаментов – глиально-фибриллярный кислый белок, которого довольно много в глиальных клетках. И мы их, собственно, определяем по астроциту, определяем по наличию и по экспрессии этого белка. В эпителии, например, промежуточные филаменты играют более важную роль, чем в нейронах, наверное, потому что в эпителии практически промежуточные филаменты образуют связь внутри клетки от одного межклеточного контакта до другого межклеточного контакта, и поэтому эпителий такой прочный. От одной десмосомы, которая связывает клетки плотного контакта, до другого плотного контакта, и клетки могут тесно удерживаться между собой. Большую жесткость такую придает в структуре. Ну и теперь, собственно, о важных моментах, связанных с цитоскелетом именно нейрона. Ну вот я вам говорил, да, что в последние несколько лет было сделано очень много интересных открытий и наблюдений, связанных с организацией цитоскелета, прежде всего в аксонах. Ну, надо отметить, что цитоскелет играет, во-первых, важную роль вообще в образовании отростков и в образовании протрузий, которые превращаются в отростки. Во время антогенеза, благодаря синтезу белков микротрубочек и благодаря их взаимодействию с молекулярными моторами, которые называются кинезины, происходит сдвиг мощный пучка микротрубочек друг относительно друга. Благодаря этому сдвигу, обеспечиваемому активностью кинезина, происходит протрузия мембраны. И дальше в эту протрузию устремляется волна актиновых филаментов, которые начинают укреплять стенку, мембранную стенку изнутри, и таким образом закреплять образование в этом участке клетки выроста, который превратится затем в один из отростков. Но сначала это просто нейриты, поскольку они не имеют функциональной разницы, функциональных различий. А затем в зависимости от того, как начинает организовываться цитоскелет внутри аксона, аксон начинает приобретать свою специфичность и таким образом поддерживать полярность нейрона. Каким образом это происходит? За счет специфической организации структуры цитоскелета. Вот здесь это в общем виде изображено. Вы видите нейрон, собственно, аксон. И показано, как организованы элементы цитоскелета на разных участках аксона. Давайте мы чуть подробнее просто скажем. Почему это так важно для нервной системы? Я попытался несколько примеров вам привести. Во-первых, почему важно понимать, как организован цитоскелет? Это очень важно с точки зрения регенерации ткани. Травмы никуда от этого не избежать, не убежать. И травмы, в первую очередь, касающиеся разрыва нервных стволов в спинном мозге. Понимание того и воздействие на процесс регенерации, в первую очередь на цитоскелет и его образование, и затем на организацию всей клетки, очень важно для лечения таких пациентов. Я вам тут написал, что FDA одобрил использование препарата эпателеона B. Это препарат, который стабилизирует состояние микротрубочек. Микротрубочки все время очень динамичны, как все элементы цитоскелета. Они все время надстраиваются и все время разрушаются. За счет этого поддерживается определенная динамика структуры. Чтобы он не разрушался, нужно специальные белки навешиваются, которые стабилизируют эту структуру. Это так называемые белки, ассоциированные с микротрубочками. Они позволяют стабилизировать. Воздействуя на эти белки, мы можем стабилизировать структуру микротрубочек, улучшить регенерацию аксонов. При целом ряде патологий происходит нарушение цитоскелета, за счет этого происходит нарушение функции клеток. Первое, что здесь указано, это нарушение транспорта из-за перестроек цитоскелета при боковом амиотрофическом склерозе. Это, безусловно, нарушение цитоскелета при болезни Альцгеймера, когда за счет гиперфосфорилирования белка ТАУ, связанного с микротрубочками, происходит разрушение структуры микротрубочек. Они сворачиваются в спиральные филаменты, образуются такие спиральные клубки из микротрубочек, и это приводит к нарушению системы транспорта внутри клеток. В первую очередь, к нарушению трофической поддержки клеток. За счет этого начинается процесс дегенерации, как предполагают во всяком случае. Синдром наследственной спастической параплегии нарушается за счет нарушения цитоскелета, происходит нарушение развития пресинаптических бутонов, пресинаптической части отростка аксона, и, соответственно, аксон не может устанавливать нормальные связи. Ну и при паркинсонизме мутантные формы альфа-синуклеина нарушают полимеризацию актина, таким образом нарушают цитоскелет, и, соответственно, клетка может гибнуть. По частям. Система активного транспорта в аксоне впервые открыта на гигантском аксоне кальмара обеспечивает полярную организацию клетки, потому что транспорт направлен всегда от минус конца к плюс концу, в первую очередь. Дальше целая система специальных молекулярных машин существует, транспорт энергозависимый, кинезийный всегда транспортируют по микротрубочкам, единийный по микротрубочкам, соответственно, в разных направлениях происходит такой транспорт. Значит, миозин – это тоже моторный белок, в основном связанный с функцией сокращения длины клеток, то есть это в первую очередь относится к мышечным клеткам, но миозин работает как транспортная система и в нейронах обеспечивает транспорт по актиновым филаментам на короткие расстояния. Это миозин второго типа, который близок к тому миозину, который находится в гладкомышечных клетках. Система транспорта. Да, ну, мы это опустим. Вы можете посмотреть это в учебнике о молекулярной биологии клетки. Там это хорошо очень расписано подробно, как происходят изменения к информации моторных белков. И, соответственно, они по-разному устроены, и поэтому, наверное, осуществляют транспорт в разных направлениях. И, соответственно, все это происходит за счет энергозависимого изменения к информации этих белков. Организация актина внутри аксона имеет свою специфику. Наряду с актиновыми филаментами и их пучками, которые расположены продольно вдоль аксона, актин организован в виде вот таких колец. Они прикреплены изнутри к внутреннему листку мембраны с помощью анкериновых якорей, с помощью белка анкерина. Находятся на регулярно расположенном расстоянии друг от друга. То есть таким образом у нас с вами поддерживается прочность отростка, и он не может превратиться в ниточку. То есть не просто там положены какие-то элементы цитоскелета, а еще имеется вот такая вот пространственная упругая структура. И за счет достаточно быстрой сборки, разборки актиновых филаментов и за счет возможности их сдвигаться друг относительно друга, поскольку они связываются с миозином, обеспечивается подвижность и гибкость аксона на всей его длине. Поэтому вот такая специфика организации очень важна. Начальный сегмент аксона тоже имеет свою специфику в организации цитоскелета. Как сегодня считают, именно за счет элементов цитоскелета, образующих сетчатую структуру на входе в аксон, обеспечивается полярность транспорта внутри аксона и недоступность аксона для переносчиков, для визикул, которые транспортируются из дендрита в тело клетки. Они могут подойти к границе начального сегмента аксона, но пройти через эту границу и попасть в аксон они не могут. Они все остаются в теле. Это специфическое сито. Дальше. За счет спектрин-анкериновой системы в начальном сегменте аксона обеспечивается концентрация ионных каналов, которые поддерживают большую возбудимость мембраны в этом месте. И за счет этого происходит генерация потенциала действия, которая распространяется по клетке только в одном направлении. То есть, опять же, поддерживается полярность аксона. Элементы цицкелета в данном случае образуют такой скафолд. Причем здесь задействованы и актиновые филаменты, и спектрин-анкерины. То, о чем я упоминал. Все они здесь есть. Опять же, элементы цицкелета это обеспечивают. Ну и, наконец, очень важная функция в пресинапсе. Она до конца непонятна до сих пор, поскольку здесь есть два важных момента. Актиновые филаменты, которые приходят сюда из аксона, обеспечивают систему экзоцитоза, правильного экзоцитоза. Они связаны и с привлечением, то есть рекрутингом синаптических визикул, их позиционированием правильным перед пресинаптической мембраной с внутренней стороны. Причаливают визикулу, за счет них происходит правильное причаливание визикулы к пресинаптической мембране. И образуется, собственно, сборка вот этого кластера синаптических визикул в пресинапсе. Таким образом, актиновые филаменты и актиновые структуры обеспечивают пресинаптический выброс. Дальше. Количество актина, это известно в пресинапсе, зависит от активности этой синаптической связи. Есть гипотеза, достаточно вроде бы подтвержденная, что наличие актиновых филаментов и сборка актина обеспечивается за счет локального синтеза белка рибосомами непосредственно в пресинапсе. Рибосомы сюда приходят из тела клетки за счет транспорта по элементам цитскелета, удерживаются на внутренней поверхности мембраны за счет специальных актиновых бляшек. И в момент активации синапса они отсоединяются, присоединяются к актиновому филаменту и начинают синтезировать актин, который образует фибрилы в пресинапсе, таким образом поддерживая активность синапса. На самом деле, это очень интересная история, как мне кажется, потому что тогда это все гораздо проще объясняет, почему блокада синтеза белка нарушает синаптическую трансмиссию и формирование памяти. Нам не надо искать даже никакие другие белки. Если вы блокируете синтез белка и блокируете синтез актина в пресинаптическом окончании, вы не даете правильно сформироваться структуре пресинапса, и таким образом это приводит к нарушению синаптической трансмиссии. Ну, вот, может быть, кто-то из вас это проверит, кому-то повезет, сделает большое открытие. Ну, и, собственно, на этом я бы хотел закончить, а то я и так уже перебрал немножко. Большое спасибо за внимание. Я могу ответить на вопросы, если они у кого-то появились. Если смогу ответить, конечно. Пока нет вопросов, можно я спрошу? Вы это наивный, глюкулярный человек. Почему действительно есть вот эти плюсы-минус концы у активного филамента и вообще у белков? Почему сна у конца? Ну, в принципе, какой механизм присоединения сна у конца? Ну, для актина это не очень понятно, а именно для микротрубочек это обеспечивается тем, что условно наружная поверхность альфа-субъединицы имеет более высокую афинность для связывания с наружной поверхностью бета-субъединицы, и тогда у вас сборка вообще возможна только с одной стороны. Теоретически, если вы приложите дополнительную энергию, вы можете с другой стороны присоединить, но так устроено, что вот он как бы одной своей частью чаще всего заякорен на центр образования, на центриоль, по сути, и может собираться только в одну сторону. А с этой стороны, получается, он только разрушается, а дальше начинается по новой сборке. И они, там действительно очень динамичный процесс, но как описывают это, я ее сам не видел, еще пол не знаю, но описывают, что это действительно процесс самосборки очень активно протекает, и лучше всего видно в момент деления клетки, когда центриоль поделилась, разошлась к полюсам, и моментально собираются практически микротрубочки. Как только произошло, эти микротрубочки разбираются, и начинают образовываться другие, которые обеспечивают уже транспорт внутри клетки. Вообще, это, конечно, вот с точки зрения разумности организации очень гитро. И везде, вот вы видите, для обеспечения прочности обязательно спиральная структура, потому что она прочнее обязательно, это несколько каких-то филаментов, собранных между собой, взаимодействующих между собой, очень часто соединенных ноутактиновые филаменты дислюфидными связями, тогда это вообще получается очень прочно. Но при необходимости очень быстро мобильно разбирается и мобильно собирается. Хорошо, спасибо. Вопросы появились? Коллеги, которые с нами в зале, не хотите? Что-нибудь спросить. Тогда я еще один вопрос спрошу, извините. Вот вы говорили, что как раз причиной, может быть, альцгеймера или прокинционизма может являться нарушения формирования скелета. Но это действительно причина или это следствие чего-то все-таки? Тем более, прокинционизм там же в определенной клетке только страдает. Да, ну, действительно так. Значит, от чего есть такие данные? От того, что инвитро это удается пронаблюдать. Дальше мы начинаем переносить это инвиво, и мы не очень понимаем вообще, как это устроено. Потому что инвиво, ну, если еще у животных мы что-то подобное можем создать, но просто тупо запустить избыточный синтез мутантного альфа-синуклеина. В мозге, кстати, он неизвестно, откуда берется. Потому что есть даже мнение, что там микробиота мутирует и поставляет этот мутантный альфа-синуклеин просто с кровотоком. И он работает почти как прионовый белок. Вот. А при болезни Альцгеймера я знаю, что мы де-факто, да, когда берем срез от больного человека, мы видим образованные парные спиральные филаменты, это значит, что клубок из них сформировался в отростке и транспорт полностью блокирован. Если транспорт полностью блокирован, значит, мы не можем обеспечить трофическую поддержку. с точки зрения холенергических, например, нейронов это описано очень четко, потому что для того, чтобы он поддерживал жизнедеятельность, нужно, чтобы была молекула НГФ, потому что молекула НГФ попадает к холенергическому нейрону только в ответ на его активность. Он выделил медиатор, выделилась молекула НГФ, провзаимодействовала с рецепторами, рецептор захватился, дальше визикула пошла по микротрубочкам, она обязательно должна пройти в тело клетки, поскольку молекула НГФ является, по сути, транскрипционным фактором, который запускает синтез, транскрипцию гена от стилхолина, то есть основного как бы функционального белка, который в холенергическом нейроне. Там это описано. Почему это происходит? Ну, ведь с точки зрения генных механизмов нет ни одной мутации гена, связанного с ТАУ-белком, с синтезом ТАУ-белка, ни одной связанной с болезнью Альцгеймера. Есть такая мутация, которая приводит к развитию фронтотемпоральной деменции, есть такое FTD17, по-моему, называется это все, значит, там действительно есть мутация в ТАУ-белке, из-за этого он подвергается избыточному фосфорилированию, из-за этой мутации, а в фосфорилированной форме он отходит, он отсоединяется от микротрубочки, не взаимодействует с ней, и микротрубочка теряет стабильность, может образовываться вот эта штука. Но для болезни Альцгеймера не описано. Для болезни Альцгеймера описано всего там есть порядка 20 кандидатных белков, и только по сути три реально связаны с болезнью Альцгеймера семейной. Это вот белок предшественника амилоида, как бы это ни звучало, и все равно метаболизм амилоида какое-то значение имеет. И два белка связаны опять же с метаболизмом АПП. Это присинелиновые белки, которые расщепляют сам АПП в определенных местах. Если они обладают избыточной активностью, они способствуют метаболизму АПП, а это синаптический белок, трансмембранный белок, способствует его метаболизму по амилоидогенному пути. Вот этот ненужный амилоид попадает в синаптические окончания, он вроде бы все-таки токсичен, как считают, и дальше может нарушаться синаптические контакты, а потом уже образовываются бляшки и все прочее. Но при спорадических формах там совсем непонятно, что происходит. Ну, с точки зрения молекулярной вообще непонятно. у меня выводы, что все-таки можно заразиться Альцгеймером. Вы знаете, я вот несколько лет назад был на конференции, не помню, где уже, и там был доклад патолога, и она в своем докладе говорила, что в Великобритании очень многие патологи отказываются вскрывать больных с болезнью Альцгеймера и брать у них образцы мозга постмортального для анализа, поскольку есть данные о том, что амилоид обладает прионной активностью, что он может образовывать именно по прионному принципу вот эти бета-складки, то есть неправильную конформацию белка обеспечивать, но есть люди, которые говорят, что это не так, но вот это то, что я слышал своими собственными ушами, поэтому я могу об этом говорить, что такое мнение существует, насколько этим можно заразиться просто при контакте с человеком, не знаю, но с тканями патологи некоторые отказываются работать. У нас через нос можно пройти в интернете. Можно. Понюхать просто. Нет, ну, вроде как он так-то не секретируется, все-таки это надо как при куру, да, подышать прямо через трубочку. Спасибо большое, очень интересно. Вот у нас Виталий Михайлович Верхлюдов хотел вас спросить. Здравствуйте, большое спасибо за великолепную лекцию. Вопрос у меня по внеклеточному матриксу. Вы там хорошо показали, что как он воздействует на непосредственно клетки, но вот что формирует сам внеклеточный матрикс и что на него воздействует? Значит, в нервной системе все необходимые белки синтезируются собственно самими клетками нервной системы, глиальными и нейронами. Везде есть свои механизмы, которые позволяют синтезировать эти белки и в виде с помощью везикулярного экзоцитоза, я буду о нем тоже рассказывать, выбрасывать их в внеклеточную среду. Дальше, благодаря способности этих белков к самоорганизации в первую очередь ламинина и коллагена четвертого типа начинают образовываться вот такие сетчато-видные структуры, которые постепенно заполняются гликозами, гликанами, то есть олигосахарами и образуется либо такая гелиообразная масса, которой прикрепляются клетки, либо похожая на базальную мембрану структура, но это в основном вблизи кровеносных сосудов. Основным элементом, самым простым элементом матрикса является базальная мембрана. Мы ее всегда видим там, где есть соединительная ткань. Это мышцы покрытые базальной мембраной, кровеносные сосуды, покрытые базальной мембраной. Везде мы находим этот листок базальной мембраны. Он образован коллагеном четвертого типа и ламинином в первую очередь и дальше тем, что к ним прикрепляется теми молекулами, о которых я упоминал, через различные адаптерные белки. Все это соединяется в такой листок, который покрывает сверху все органы, практически все ткани, все органы в первую очередь. Поскольку в мозге такой элемент практически отсутствует, он есть только в сосудах. В мозге все в виде такого геля преимущественно находится. Этот гель уплотняется возле тормозных нейронов, где действительно тела окружены тем, что называется перинаирональная сеть. Это чуть более плотный матрикс, чем основной, который находится между клетками. То есть в основном если мозга касаться, это гель. Если любых периферических органов, это базальная мембрана, которая окружает. Значит, в крови, как соединительной ткани, собственно, нет базальной мембраны самой. Матрикс представлен жидкостью экстраклеточный матрикс представлен жидкостью. Это жидкость, раствор. Тоже не совсем раствор, поскольку там много белков, и это тоже скорее вязкая очень жидкость. И межклеточник и тот матрикс, который в костях, значит, он очень модифицирован, поскольку сильная кальцификация, отложение фосфатов обеспечивает структурную прочность. Но за счет наличия органических элементов обеспечивается все равно определенная гибкость и упругость. Без этого в живой ткани невозможно. Не знаю, ответил, не ответил на вопрос. Спасибо, да, спасибо. Но вот вы сами говорили, что экстраклеточный матрикс, он как бы формирует макроструктуру, если это касается мозга, то должен быть какой-то общий план такой, который этот общий план начинается в раннем антогенезе, когда базальная мембрана существует. И относительно базальной мембраны начинается миграция клеток и их сосредоточение в определенных местах, в определенных участках этой базальной мембраны, которые определяются химическим составом того, что прикреплено к базальной мембране. То есть есть специальные молекулы, которые направляют движение клеток вдоль базальной мембраны и сосредоточение в определенных участках зародыша для нервной системы нервной трубки исходной. А дальше уже начинается продукция матрикса, который продуцируется клетками. Относительно этого матрикса клетки уже могут перемещаться и мигрировать в разные участки. В мозге мы с вами это тоже видим, даже в зрелом мозге, потому что миграция, например, из субвентрикулярной зоны предшественников нейральных в обонятельную луковицу, она идет вдоль трубки, образованной глиальными клетками. Глиальные клетки продуцируют элементы внеклеточного матрикса, которые служат структурной основой для того, чтобы нейробласты цеплялись интегринами за эти элементы и за счет модификации цитоскелета как бы перемещались, перетекали по этому цитоскелету. Точно так же происходит, например, протискивание лейкоцита через межклеточный контакт в сосудистой стенке. То есть сначала он цепляется интегринами, затем происходит волнообразное движение микротрубочек и микрофиламентов, обеспечивая вот такую протрузию. В эту протрузию начинает потихоньку пересекать содержимое клетки, активируются за счет наличия структурных элементов цитоскелета, активируются интегрины, они все время взаимодействуют с матриксом, подтягивая за собой за счет перестройки цитоскелета, вот я показывал, если уцепился интегрин, изнутри к нему прицепляется актин. И дальше структура делается прочно и как бы подтягивается к этому интегрину. И вот таким образом подвижность клетки и осуществляется. То есть она не просто стоком каким-то перетекает, вот она так в крови может по сосуду, по основному руслу течь, а как только она попадает к стенке, начинаются взаимодействия уже межклеточные на уровне интегринов, катгеринов и образования разных таких структур, типа вот этой вот застежки, такой липучки. И клетка перемещается, ползет как бы по этой стенке и в нужное место в просвет уходит за пределы, если ей нужно. Спасибо большое. То есть эта теория хорошо развита или все-таки есть какие-то… Это даже практически показано, потому что это все наблюдается… Там рост аксона, например, наблюдается гораздо быстрее и легче, когда есть элементы цитоскелета. Если вы нанесете определенную подложку с определенной структурой, вы можете наблюдать отрастание аксона. В культуре вы же его наблюдаете. Он же не просто растет в среде, он обязательно растет, будучи прикрепленным. Потому что просто вот отрастать куда-то в никуда, ища, где есть молекулярный маркер, куда он должен причалить, он не может. Кончик роста организован, конус роста организован таким образом, что он обязательно взаимодействует с элементами внеклеточного матрикса. Просто в культуре вы его сами создаете, определенно меняя структуру подложки. А в организме, в органе это идет за счет синтеза и поступления во внешнюю среду конкретных молекул. Спасибо. Я удовлетворю. Спасибо большое. Тогда мы, наверное, закончим на этом. Хорошо. Лекции через неделю. Увидимся. Через неделю я ищу, да? Да, вы ищу, а потом было вам. Хорошо. Все. Спасибо большое за внимание. До свидания. До свидания. Продолжение следует...